И вопрос. По итогу московских переговоров от 11 января, прежде всего, речь идет о транспортном коридоре. Обговорены ли условия создания этого коридора? Например, кому будет принадлежать земля, по которой эта дорога как автомобильная, так и железнодорожная пройдет? Кто будет строить эту дорогу? Как Азербайджан гарантирует ее неприкосновенность? Таски обязательства ее не перекрывать? Вы знаете, позволю себе немножко напомнить предысторию. В соответствии с заявлением лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а именно пункт 9, разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Действительно, лидеры трех стран на саммите 11 января в Москве в развитии этих договоренностей уделили особое внимание обсуждению конкретных шагов по выстраиванию экономических связей, разблокированию коммуникаций и развитию инфраструктуры. Было принято отдельное заявление на этот счет. По итогам встречи в Москве, как вы знаете, создана трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она должна собраться до конца этого месяца, а до 1 марта текущего года представить в перечине график мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации международных перевозок. Предполагается, что будут сформированы экспертные подгруппы по ключевым направлениям работы, которые и займутся решением предметных вопросов, в том числе тех, о которых вы сказали. Нет никаких сомнений, что реализация указанных проектов пойдет на пользу как армянской, так и азербайджанской стороне. В целом регионы Южного Кавказа будут обеспечены интересы всех государств, в частности Армения через территорию Азербайджана будет иметь железнодорожный выход на Россию и Иран. Одновременно транспортные коммуникации соединят Азербайджан с Анахичеванией через территорию Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова